Коммунальная новость 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 В таких вопросах, когда МРСК самому не хотела заключать такие договора как с ТСЖ, так и с маленькими, особенно управляющими компаниями, потому что им было, наверное, очень накладно производить все эти расчеты, ввести работу с большим количеством должников. Причин не знаю, но слышал очень часто такие истории. И в связи с чем управляющие компании появлялись, которые накапливают долги перед ними и так далее. Директор Кулатом Анаргосбы тоже сказал, что они нацелены на переход на прямые платежи. В принципе, он подробно ответил на вопросы, куда и как передавать показания. Давай дадим ему слово. Если управляющая компания, то, соответственно, потребители получат платежные документы от той же управляющей компании и показания пока передавать в ту же управляющую компанию. Если это были прямые платежи, то, опять же, потребители получат платежные документы от нового гарантирующего поставщика, показания тоже передавать новому гарантирующему поставщику. Но стратегией атомоэнергосбыта является перевод потребителей физических лиц на прямые платежи. То есть в течение 2015 года мы будем работать над тем, чтобы максимальное количество лицевых счетов, максимальное количество физических лиц перевести на прямые платежи с гарантирующим поставщиком. Также, что касаемо непосредственно самих платежных документов, то за февраль первые платежные документы население увидит примерно 20 марта. Небольшая задержка связана с тем, что, ну, во-первых, сам февраль месяц короткий, то есть первый месяц, с которого мы начали деятельность, это февраль 28 дней. Ну и, соответственно, непосредственно сами платежные документы будут уже в виде такого конверта, для того, чтобы, скажем так, третьи лица не видели персональные данные того квартиросъемщика, кому эти платежные документы направлены. Если они будут в конверте с перфорацией, с защитой персональных данных. Ну и хотел бы отдельно оговориться, что, так как у нас незначительная задержка произошла, то, соответственно, население может не волноваться, никаких пений однозначно начисляться не будет. Я только дополню, что показания за февраль, которые жители уже передали, по назначению, они дойдут до укала там энергосбыта, нигде не потеряются, поэтому квитанции все получат с теми показаниями, которые они передали. То есть там не будет каких-то цифр. Единственное, что мы помним прекрасно опыт фонда капитального ремонта, когда первые квитанции, как первый блин комом, поэтому я не уверена, что все будет четко и отлажено, по крайней мере, первый месяц. Ну, фонд капитального ремонта решил собирать велосипед с ноля, и там, как говорится, дай бог, чтобы они просто как можно быстрее это отладили, я не хочу ничего говорить, было большое время на подготовку, но тем не менее, как бы все вышло, как вышло. В случае с кулатом энергосбытом, вероятность, что будет подобное гораздо меньше. Единственное, что выпуск квитанции будет, конечно, позже, то есть квитанции мы не получим до 20-го часа, как мы привыкли их получать. Я думаю, что квитанции люди получат в 20-х числах уже. И, соответственно, и была даже официальная информация по этому поводу. Единственное, что все базы, все накопившиеся информации, когда она остается у того же подрядчика, что работал и с МРСК. И я надеюсь, что Атомоэнергосбыт в будущем принесет нам какую-то большую уверенность в том, что вообще тема электроснабжения, как в свое время было при Ленине, электро-Гоевого роста, вот эти все планы, они важны всегда, потому что прежде чем проводить какие-то большие изменения в экономике, надо понимать, сколько у тебя запасов электроэнергии. У нас все помнят, что в Мурманске, в том числе, бывают достаточно часто сбои, перенапряжения. Самая инфраструктура сетевых компаний и других, она оставляет желать лучшего. Я надеюсь, что крупный инвестор как бы принесет в этом плюс. Тем более, что есть планы по… Пока еще они идут со скрипом, скажем так, но по поводу того, чтобы маленькие поселки перевести на теплоснабжение через электрическую энергию. У нас большой избыток в области атомной электроэнергии, атомная загружена на 30-40% от силы. И, конечно, этот ресурс надо использовать. И с таким гарантирующим поставщиком шанс такой есть. Будь за случаем, я проанонсирую программу «Точка зрения» на телеканале «Арктик ТВ». Директор филиала «Атома энергосбыта» компании «Кола Атома энергосбыт» пришел к нам в гости и уже подробно рассказал о работе гарантирующего поставщика, о том, какие изменения произойдут, потому что они коснутся не только жителей, а в первую очередь компании, организации, управляющие компанией ТСЖ, которые должны сейчас прямо к ним прибежать, прибежать с кучей документов, заключить новый договор для того, чтобы 1 апреля не стал днем дурака, когда не дабы кому-то отключат действительно электроэнергию. Да, управляющие компании, я помню, у нас были разные роды письма о том, что до 25 февраля там администрация, по крайней мере, города Мурманск оккурировала, чтобы все договора были заключены, копии заявок на заключение договоров надо было отдать также в администрацию, чтобы они видели, что управляющие подали. Я знаю, что для многих юридических лиц этот срок идет до 1 апреля. Если говорить о глобальном, наверное, хотелось бы сразу наших слушателей и зрителей успокоить по поводу повышения тарифов. Это не в компетенции гарантирующего поставщика. Да, это мы уже отметили. Да, и повышение у нас ограничивается с позапрошлого года. У нас, как только вступил в должность новый министр экономического развития, он успел пролоббировать такой вопрос, что повышение не может превышать сумму официальной инфляции в стране. У нас сейчас ожидается по 2015 году инфляция нормы 15% официальной. Соответственно, примерно такими же рамками все естественные монополии будут ограничены. То есть максимум, что нас может ждать, самое страшное, это повышение на 15%. Что, наверное, по сравнению с повышением на другие некоторые у нас... Да, даже на продукты. Я только что ехала, слушала радио о том, что овощи и фрукты выросли в цене на 22%. Да, подорожал проезд, подорожала серьезная очень вся продуктовая составляющая. Если не дай бог, вольстят еще и коммунальные услуги, понятно, они вызовут рост у всех остальных. Такого допускать нельзя. Но здесь, я думаю, надо быть спокойным. В целом, вообще, вся вот эта неразбериха началась в году 2005-2006. Я все-таки, как историк по первому образованию, меня всегда тянет уйти в Востоке и понять, откуда все сложилось. В истоке 2005-й год, когда, в принципе, верстался жилищный кодекс. Да, и в нем в одном из моментов предусмотрели, что энергопроизводящие компании должны быть разделены на три части. Энергогенерирующие, сетевые и гарантирующие поставщики. При этом там был предусмотрен целый ряд норм, по которым те, кто производит электроэнергию, не могли контролировать ее доставку и сбыт таковой. Что, по сути дела, является абсурдом в тех городах, где только одна компания производит ее. То есть, где-то в Москве, где есть действительно крупные сети, которые могут покупать в разных концах электроэнергию, перепродавать ее разным поставщикам. Это, наверное, весьма объективно. Сейчас многие из этих препонов сняты, как были, по крайней мере, нашли законодательно, как решать этот вопрос. По денежным потокам и по всему. И мне хочется выразить надежду, что у нас как можно скорее вернут право производителям энергии получать их законные деньги, да, и получать право обслуживать сети. Потому что, когда у нас, допустим, на Мурманске отец производится какая-то часть электроэнергии, она затем на границе продается. И неизвестно, где происходит большая часть накрутки, так сказать, и большая часть повышения цен. Ну, потому что, как у нас было с газом, допустим, еще буквально несколько лет назад уже действовало ограничение на повышение цены. Но газ, тем не менее, сильно подорожал. А потом сказали, что газ поднялся действительно только на 6%, а вот транспортировка выросла на 50%. И вот в связи с этим нужно быть тоже очень внимательным. Недерживающий фактор для роста, конечно, жилищно-коммунальных услуг просто необходим. Потому что если, точно так же, как транспортные перевозки, все вырастет на 50%, то не потянут наши жители. И так очень много звонков в редакции Ортик ТВ, на которые я отвечаю, а отвечает наш шеф-редактор новостей. Люди звонят и просто в шоке, не получают квитанции, видят, что что-то дорожает. Они идут в магазин, видят, что что-то дорожает. И они уже даже запутались, получая квитанции, куда смотреть. Вот я предлагаю еще ответить нам с тобой на вопрос, а куда смотреть. Вот действительно люди получили квитанции. И честно, многие не понимают, придет колотом энергосбыт. Ну, мы уже рассказали про квитанции. Единственное, что я еще скажу, что внимательно смотреть на эти квитанции новые, чтобы кто-то из мошенников, соответственно, не придумал схему обмана людей, чтобы не выпустил свои лже-квитанции. А колотом энергосбыт подошел ответственно, потому что квитанции будут защитой персональных данных. Я уже увидела эту квитанцию. Она будет выглядеть вот так вот завернута, в конвертик. Вот так вот будет закреплена. И как она будет выглядеть, можно тоже увидеть в программе «Точка зрения». Хорошо. Ну, хоть какие-то новшества, действительно персональные данные лучше, чтобы были закрыты и видеть. Это очень современно и правильно. Что касается самих квитанций, те, кто у нас из телезрителей захотят все-таки проверить, у них возникнут какие-то сомнения. Во-первых, можно зайти в интернет и сверить на сайте реквизита, то есть по которым ваша управляющая компания собирает либо реквизиты с вашим новым договором, если вы юрлицо или по каким-то причинам вы как частное лицо прямой договор заключили с новым поставщиком. И еще сама квитанция, она не является полем для какого-то простора, что там можно нарисовать это или вот это. Сама форма квитанции, она установлена постановлениями правительства, причем там есть образцы, как она должна выглядеть, в каком углу, какая информация там должна размещаться. Это там 490-е, 354-е, постановление приложения к ним, вот если лазить, и там вкупе из них складывается, как должна выглядеть квитанция. Там нет ничего страшного, ничего особо сложного. То есть если пропускать формулу и не глядываться, скажем так, нужно обратить внимание на что новая квитанция пришла. На квадратные метры прежде всего. По общедомовому имуществу, не скаканулили ли они у вас, не изменилось ли что-то. Потому что очень частая проблема при смене управляющих компаний, при смене вот таких вот переменах, или с капитальным ремонтом тоже такие проблемы есть, что доля общедомовая жильцов меняется. То есть она была там 5, стала 7, берут из старых техпаспортов или еще что-то. И вот эти данные нужно сверить со старыми квитанциями, чтобы они совпадали. Либо вообще в идеале, если у вас есть выписка из техпаспорта, то заглянуть в техпаспорт, чтобы оно все было точно. Если не точно, даже там 0,1 метра можете подать в суд, либо просто претензию, и вам должны будут перерасчет сделать за все время, когда вы вам читали неправильный квадратный метр. Вадим Тургай завести наше новое дело, оплата жилищно-коммунальных услуг, мы назовем папку, потому что мы сегодня говорим не только о электроэнергии, о новых квитанциях, которые получат все манманчане и жители области в 20-х числах марта. Мы говорим о том, как правильно оплачивать услуги, как правильно читать квитанцию. Мы продолжаем отвечать на вопросы от телезрителей, которые звонят в редакцию по телефону 70-13-70 и задают свои вопросы. Вот один из самых распространенных вопросов, куда платить Мотец или управляющей компанией, потому что некоторые до сих пор получают какие-то разные квитанции, и не могут в них разобраться. Давай сейчас еще раз дадим ответ на этот вопрос, потому что мы уже говорили о том, что Мотец переходит на прямые платежи, и очень многие управляющие компании уже заключили договор, и квитанции присылают только Мотец. Да, на данный момент, особенно тем, кто находится с компанией, известной из Октябрьской ЖЭО, надо обратить и новыми ее компаниями, как УК, Октябрьской ЖЭО, так и различные другие модификации. Пока еще, то, что Мотец проводит такую работу, это озвучивалось заранее, заблаговременно, и неоднократно произносилось о том, что долги достигают каких-то фантастических абсолютно сумм. Я даже не берусь говорить. Знаешь, я зашла на сайт Морманская ТЭЦ, перед тем, как приехать на программу. Вот тут написано, что собираемость средств за тепло напрямую в домах у Октябрьской ЖЭО составляет 90%. То есть, когда ТЭЦ перешло на прямые платежи, 90% жителей платят, а денег-то не доходило до них. Примерно здесь сказано также о долгах. Общая задолженность потребителей за тепловую энергию перед Морманской ТЭЦ за год увеличилась на 17%, и на 1 января 2015 года составляла почти 3,5 млрд. рублей. Ужас для нашего маленького города, это очень много. И мы знаем, эти дела сейчас идут как бы не публично, но я вот так как-то посчитал, больше десятка директоров управляющих компаний сейчас были осуждены за последние, или только из руководителей управляющих компаний за последние только 2 года, и получили весьма кругленькие сроки. Это сейчас не афишируется, на работы ведется, и органы правоохранительные к этому относятся очень внимательно. Здесь идет целый ряд компаний по городу. Чтобы избежать будущего вот этой проблемы, нужно слить только заднюю, чтобы ваша управляющая компания, квитанция выпускала и заключала договора с ресурсниками напрямую, с их расчетными счетами, чтобы деньги уходили ресурснику, и эту тему раз и навсегда забыть, скажем так. С жителем, конечно, это ничем не грозит, казалось бы, напрямую, что вот я заплатил, мне пришла квитанция, я заплатил, я добросовестный плательщик, и мне ничего не будет, так сказать, моя хата с края. Проблема только в том, что когда эти компании банкротятся, долги выскакивают на вот эти естественные монополии, как Мурманская ТЭЦ, там Мурманская Газбыт и другие. И им-то работать все равно надо. Они ресурс купили, они ресурс продали, и все недосдачи им в итоге компенсируют бюджет. То есть фактически мы заплатим это все равно, если в случае... Да, мы дважды заплатим, потому что мы платим за коммунальные услуги, непонятно, куда эти деньги иногда уходят, а потом мы заплатим бюджет, налоги. Абсолютно точно. И вот эти вопросы, они абсолютно... Это дикость просто. Это не... Речь не идет о том, что это как-то несовременно или еще что-то. То есть мы должны всерьез вообще говорить, когда про управляющую компанию особенно говорим, это только про квитанцию, содержание и ремонт. Вот она состоит тоже из множества составляющих, мы ей уделим внимание. А все остальные ресурсы, составляющие организации... Вот и канал у нас сумел же перейти. Смогли... По-моему, на Болгарс, по-моему, были первыми. Да, и они выпускают сами квитанции. Они просто указывают название управляющей организации, которая ни на что не влияет абсолютно. Это так информационная строчка, которая по правилам обязана быть туда вписана. А давай дадим слово мурманчанам, что они думают про прямые платежи, готовы ли они напрямую платить за электроэнергию. Возможно, да, потому что у нас дом кооперативный, и там расход воды идет еще на общее пользование. То есть кооперативу я как бы не доверяю. Желательно бы напрямую, по факту, сколько мы использовали воды, и платить столько непосредственно, которое обслуживает предприятие. Ну, наверное, да, потому что обманывают слишком много. Как бы все. Ну, это, наверное, сложно это все сделать, как бы с этим справиться. То есть это собрание дома надо собирать, да, какое-то? Ну да, собрание дома, чтобы именно весь дом согласился с этим. Как бы отдельно, каждая квартира не будет этим заниматься. Напрямую лучше. Удобно. Итак, подводим итог. В основном, жители города за прямые платежи, потому что понимают, что эти деньги нигде посерединке не осядут. Это правильный подход. И радует, что новый гарантирующий поставщик электроэнергии, Кулатом Энергосбыта, о котором мы сегодня говорили, тоже нацелен на переход на прямой платежи. Да, это очередной ресурсник, очень важный системообразующий, который уже вновь пришедший, и сразу задает новые нормы по оплате напрямую. Будем надеяться, что это даст какой-то импульс, толчок такой, и к определенной честности, с одной стороны, следом и развитию. Спасибо. Мы ответили на звонки наших, на вопросы наших телезрителей, которые звонили в программу «Коммунальный детектив» и готовы отвечать и дальше. Звоните 70 13 70, телефон телеканала «Артик ТВ». Это была программа «Коммунальный детектив». До встречи в следующую среду. До свидания. Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок ресторан-пиццерию «Корлеоне». Программа «Коммунальный детектив»